еще раз добрый день уважаемые дамы и господа выслушайте радио народная волна на частоте 15 90 н на нашем веб-сайте радио nvc.com и на нашем youtube канале ну и конечно же те из вас кто пользуется айфонами и педами с помощью нашего бесплатного приложения наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям прошлый раз мы пообещали что обсудим результаты заседания суда ну и наверное заодно и реакцию средств массовой информации на решение присяжных совершенно верная неделя она прошла под знаком в общем-то 2 так или иначе связанных судом событий как мы и обещали в прошлый понедельник в общем действительно они остались эти события пожалуй основными даже страсти в палате представителей чуть ушли на второй план хотя к ним мы тоже еще вернемся непременно благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и что касается суда над кайлом реттенхаусом но здесь уже столько всего было сказано и я наверное буду в этот раз все-таки краток в том смысле что замечательно что мы увидели с вами наконец-то действительно торжество справедливости потому что человек оправданная и слава богу но с другой стороны процесс этот конечно выявил всю мерзость левых политиков и левых представителей средств массовой информации которые делали все чтобы повлиять на ход суда и на принятие решения которые довольно быстро общем-то все таки там не дураки обретаются увидев что дело рассыпаются на части что конечно же на стороне защиты преимущества они сделали все чтобы увести освещение этого дела от собственно говоря случая применения оружия в цели к самозащиты к расизму к ужасным белым людям перевирали все что случилось и застрелены где-то были черными хотя ними не были если что и кайла был белый супремассив да и сейчас остался но и все тут вся та мерзость которая на нас обрушилась собственно сейчас обрушивается потому что я не припомню чтобы по делу чего на где у меня много претензий было столько нервные реакции со стороны консервативных средств массовой информации но здесь как только кайла признали невиновным сразу же там все нацизм приходит все белые пойдут стрелять черных кошмары ужас все против и представители спорта и представители шоу-бизнеса мерзость короче говоря в реальности конечно же не надо был этот процесс вообще раздувать по моему убеждению не надо было туда пускать журналистов надо было членов присяжных вообще отделить и чтобы не было даже возможности к ним подобраться никакой ну ладно все обошлось тем не менее проблема то в общем то осталось и обезумевшие от безнаказанности и от своей лжи представители средств массовой информации не только у вас кстати потому что заголовки российской пресса были официально кстати говоря даже не наши либеральные официальные тоже в америке оправдана подросток застреливший протестующих это на сайте mail.ru если кому интересно от него не спрячешься так или иначе и и вся вот это вот мерзость повторяя она никуда не денется и ничего здесь ближайшем будущем к хорошему увы не изменится но хочется верить что все таки люди немного начнут соотносить реальность с вот этой вот спекуляции и увидят что произошло потому что выводы надо делать выводы прежде всего какие республиканцам в местных законодательных собраниях в том же висконсине где напоминаю большинство республиканцев среди местных законодателей надо как-то законодательство так подправлять и менять чтобы человек который отбивается от погромщиков и рискует своей жизнью не попадал вот в такую ситуацию чтобы дело не доходило до такого вот безобразия в которые превратился этот суд это при это урок для всех судьям надо конечно же и по юристам вообще надо совещать прием пример судьи шредера потому что это судья который был назначен незапамятные 80-е годы либеральными демократами либеральным демократическим губернатором и сам вроде бы он никогда не отличался ничем таким консервативным где вообще взглядах его молча известны слава богу потому что это судья работал как положено судье в независимости от того кто его назначил какие у него взгляды но то поведение судьи его работа это должны стать образцом они то что они написали мерзавцы другого слова я не подберу из левых сми призываю кто-то чтобы телефон не так зазвенил посмотрел он не туда еще что-то ну короче говоря черт знает что поэтому кайл и что надо ставить в покое все эти разговоры что там его чуть ли не в конгресс или штат конгрессменов не надо парень явно запутанный что он там уже заговорил чуть ли не блм поддерживает и понятно что у него сейчас в голове черт знает что видели что он конечно малый хороший но явно не образец гениальности и ничего страшного там нет он поступил правильно он выстоял все мы конечно же переживали в момент чтения вердикта действительно был момент сильный но сейчас я считаю пусть парень приходит в себя свою жизнь обустраивает и так ему тяжело придется потому что левые ублюдки ему еще долго это будут припоминать поэтому кайла не надо трогать никому не правым не левым пусть живет себя спокойно и сам решается свои взгляды выстраивает сам после случившегося но что касается судов это я уже примерно вам светил беннон другая на ситуация связанная с судами беннон он периодически то появляется то исчезает в этот раз он угодил под под раздачу в связи с совершенно никому ненужным и дартики дурным конгресс комитетом палаты представителей по расследованию пресловутого 6 января в принципе было понятно что комитет этот имеет своей целью в общем-то дни раз не столько если следственные методы сколько карательная ну вот собственно говоря это и подтверждается я очень быстро напомню что в принципе сама по себе вот это вот презрение конгресс так называемая это ничего страшного она в себе не несет его изобрели не демократы и не вчера она так или иначе используется еще с конца восемнадцатого века не много не мало и пика его приходился на работу пола комитета того самого по расследованию антиамериканской деятельности палаты представителей и вне зависимости от того кто этот самый комитет возглавлял но пожалуй самые известные случаи были когда возглавлял его парнелл томас республиканец потому что конец 40-х годов тогда например попал это попали туда немецкий коммунист герхард айслер такой и с ним заодно так или иначе связанный с ним адвоката леон джозефсон и деятеля американской компартии и как потом уже оказалось советский агент юджин дэннис такой все в общем-то трое так или иначе были безусловно коммунистами все трое вели себя черт знает как и все трое получили по заслугам айслер потом сбежала в гдр кстати говоря вот джозефсон и дэннис помнится мне в тюрьму все-таки отправились потому что я напоминаю как это работает если палатный комитет считает тот или иной что человек ведет себя неправильно и выражает презрение конгрессу то по голосованию это доходит до суда суд уже решает что и как наказание там штрафы до года тюрьмы а ну естественно самые знаменитые люди которые угодили под это самое презрение конгрессу это голливудская десятка это голливудские коммунисты преимущественно сценаристы которые устроили ну в общем просто цирк на уровне не самых лучших сценариев если и режиссер там и был как минимум один до дмитрий там блог сана молц бесси ларднер но сейчас их к счастью мало кто помнит а трампа знаменитый пожалуй самый известный заточной компании ну вот они все себя вели черт знает как они откровенно хамили тем кто вел процедуры собеседование я бы не назвал это допросом и даже кстати говоря многие либеральные авторы в общем-то признают что голливудская десятка конечно же сама себя высекла что называется потому что они себя проявили ну самые худшие страны а комитет по расследованию антиамериканской деятельности а он наоборот предстал вот таким образцом защиты каким он собственно и был как говорят американской демократии американской конституции но сами знаете потом голливудскую десятку и белили прославили что они несчастные жертвы они люди которые устроили все это для личной рекламы пусть даже они в тюрьму отправились но тем не менее а и еще из интересных вот таких вот людей точнее даже не людей люди были не очень интересны прямо скажем из более менее интересных дел это то что когда уже комитет возглавлял мир демократ джон вуд да это уже начало 50-х годов то там попал такой деятель как артур макфол под обвинение в презрении конгрессу который здесь вот интересная параллель кстати говоря он отказался представить документы конгресса по гражданским правам и соответственно отправился тоже добывать это заключение но не только кстати говоря разнообразных коммунистов преследовал комитет правильно делал одним из последних таких громких событий была история когда уже в шестьдесят пятом году и когда комитетом тоже руководил демократ эдвин уиллис один из лидеров куклук склана роберт шелтон тоже был признан виновным в неуважении конгресса и получил общем полное наказание штраф и год тюрьмы то есть принципе где-то до семидесятых годов институт это вернее правило привлечения публики какой-то прямо скажем мало достойный к за неуважение она себя полностью оправдывал но когда в начале семидесятых годов конгресс и суды устроили охоту на никсона и его администрацию то вот с этого момента пожалуй в большей степени сам процесс этот стал не столько реально связанным с выяснением обстоятельств и с наказанием людей которые действительно себя вели недостойным образом сколько в такую партийную борьбу потому что заметьте когда боролись с коммунистами куклук склановцами то комитет вы этот комитет тот самый возглавляли демократы республиканцы и все было нормально когда же мы с вами видим кто получает большинство тот в реальности и начинает привлекать представители администрации противоположной партии или просто неугодных людей но самым наверно громким событием было когда в начале семидесятых годов городом лидже помните у нас было даже по нему передачу у кого желание можете поискать после его смерти мы ее делали то есть в этом году совсем недавно ли он уже на тот момент обретался в тюрьме за участие активное и за организацию пресловутого торгиевского взлома он был одним из организаторов так вот лидже у него даже он даже паду по низким направлениям привлекался то есть он отказался сотрудничать по оторге эту категорически и за это получил соответствующее взыскание и привлечение к суду но еще его так как напоминаю он до того как работать в комитете по переизбранию президента было еще и агентом фбр и в общем-то довольно таки сильным так вот его еще привлекали для того чтобы он дал показания под комитету по делам разведки палаты представителей но лидже счел что даст цель была в том чтобы выявить и по возможности обнародовать секретные операции спецслужб в том числе в бэр которых лидже знал а лидже считал что это дети действия конгресса они нацелены на разрушение спецслужб поэтому он отказался сотрудничать и в общем получил тоже тюремный срок но так как он уже сидел и будет было абсолютно все равно но для демократов пример лидже он в общем достаточно характерный потому что в юге его случай это как раз для меня например поворотный момент когда надо выбрать вот такую яркую фигуру и вот ее сделать его идет виноватым и еще вот обязательно чтобы с тюремным сроком то есть понятно что там коммунист куклук склановца но никто особенно не ну кроме левых каких-то или отморозков каких-нибудь не будет их особенно защищать так или иначе а а вот то что считает никто будет собой внимание обращать а вот когда берется человек который связан с каким-то институтом или связан с администрацией вот это да серьезно и лидже который был вот воплощением фбр старого гуверовского было воплощением закон и порядка никсоновского вот то что да вроде бы закон и порядок осмотрите какой он это действительно сработал после этого довольно долго в основном презрение конгресса она не переходила к каким-то серьезным мерам то есть да вынес вынесена резолюция там я напомню кто из недавних холдер лернер из налоговой службы совсем недавно вулф бар все они так или иначе ну объявляем всем выносилось поощрение опасения порицания но дальше этого дела не шло но беннона фигура такая сами понимаете яркая и с ним его просто так бы не отпустили и когда он соответственно отказался представлять документы связанные с пресловутым 6 января отказался реагировать на повестке но вот его спешно и оформили что называется беннон спокойно реагировал даже сказал что мы так обрушим режима байдена таким образом но понятно что сейчас демократа в заботе то чтобы трампа так или иначе выключить из игры тем более есть возможность такая не знаю плитный трамп конечно но кто знает следующем году через год можно получить большинство в палате представителей и кто опять при правильном использовании всех возможностей если трамп опять же повторяется это согласится может так получиться что трамп станет вообще спикером палаты представителей многие республиканцы предпочитают этот вариант да даже они его президентство ну или если даже трамп не будет это делать и пойдет в президента то конечно же тоже надо изо всех сил его дискретировать и так далее и понятное дело беннон в этом плане удобное мишень и любой скандал с ним связанные любое обвинение против него она ну естественно будет нацелена как на трампа так и на всех кандидатов которые так или иначе республиканские будут себя позиционировать да такими пост трамповскими это уже селдером мы видели по использовался теперь будет еще лучше посмотреть беннон приближенный трампа такой секой сел за неуважение к конгрессу так что здесь в реальности конечно же к прошлому достойному как можно поняли на самом деле вот этой этого правила связи нет поэтому конечно же неуважение конгресс это нормально имеют не само неуважение а привлечение к ответственности за него и конечно же никуда мы не денемся от того что это еще будет снова и снова у конгресса такая возможность и вопрос в том чтобы это прекратилось уже и перестало быть способом просто насолить неугодным политикам а стало тем чем она была а именно борьбой с настоящими врагами коммунисты и куколук скланда кто угодно а вот к сожалению этого становится все меньше и меньше и вот это наверное грустный исход поэтому если по поводу риттенхауса мы можем быть довольны то вот история с бенноном вне зависимости от отношения к беннону и трампу она скорее вызывает опасения и даже не за него самого и даже не за трампа а за работу конгресса и зато во что старые правила могут превратить те люди которые одержимы лишь местью личными счетами и так далее и так далее поэтому вот такие у нас параллели различие этих двух историй история беннона еще не закончена будем за них следить но если шумалка если сергей что-то добавить с удовольствием передам слово как вы думаете медиа будет освещать процесс над гислейн максвелл нет не думаю точно им это не интересно вот если она вдруг с загадочным образом с собой покончить то вообще про нее быстро забуду слишком много имен может зазвучать на этом процессе который еще придает неинтересно тут какой вам супремасизм как-то ничего не получится в общем нет средства массовой информации будут искать что-то другое где там еще каких белых арестовали которые что-то не то сделали и так далее скандалы которые могут затронуть крупные какие-то элитарные семьи и кланы и так далее но нет зачем это неинтересно и еще одно трагическое событие которое произошло вчера это по-русски мы говорим вакеша на самом деле американцы признают вакеша это тоже в вискансине город где 39-летний афроамериканец на траке на suv протаранил парад посвященный крисмасу дети в общем четверо по моему погибших там 45 что ли человек в госпитале пострадали и некоторые особо одаренные левые шутят по этому поводу что дескать он защищался толпы ну как бы право не конечно при этом заметь там мистер бруксон blm вроде бы замечен был в антисемитизме люто ненавидел естественно трампа поэтому что-то о нем пишут на первых полосах я мне проходит все тихо хорошо давайте сделаем небольшой перерыв после перерыва вернемся продолжим если будут вопросы звоните после рекламы возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии 847 4005 200 на тот случай если у вас возникнут вопросы вы всегда можете позвонить или задать ну и по традиции переходим к европе кольстеру да наша очередная глава ольстерских историй предпоследним увы для меня но выбирая тему в этот раз я так или иначе конечно же был вдохновлен если можно так сказать истории кайл риттенхауса потому что в северной ирландии ольстерские лоялисты в твиттере они в общем-то очень эмоционально отреагировали на оправдание потому что они поддерживали кайл очень сильно поверьте мне и можно понять почему в вольстере в северной ирландии если угодно знают что бывают случаи когда свои права ну приходится отстаивать действительно с оружием в руках и более того когда собственные же власти хотя вы готовы и их поддерживать и быть им лояльно но они оборачиваются против вас и становятся порой вашими врагами поэтому сегодняшняя наша история это о том как добровольческие силу ольстера в своем первом проявлении они обратили внимание на себя и обратили внимание на ольстерский лоялизм в периоды 12 1912 по 14 год я немного рассказывал уже об этом в майской передаче когда мы говорили про образование северной ирландии поэтому подробности того как принимались все эти законы о гоморулях которые собственно говоря и дали независимость ирландии я здесь их опущу просто замечу что для лондона для власти ирландия была такой какой-то однородной массы никого она особенно не интересовал ну и как только да вот империю надо было сохранять но когда решили что себе дороже то было решено дать им свое правление такое подобие независимости и никто не подумал о людях которые заселили север ирландии а это были как раз вольстерские шотландцы так называемые ирландские шотландцы и они считали что должны остаться в составе королевства но столкнувшись ситуации когда с одной стороны ирландцы которые не очень к ним дружелюбно относится с другой стороны собственное правительство которое готово их предать и вообще не особенно интересуется чем они отличаются от населения остальную часть ирландии было понятно что ольстерцам придется противостоять и тем и другим важная деталь еще раз я напоминаю жители ольстера не хотели захвата каких бы то ни было территории жители ольстера не хотели никаких конфликтов с ирландцами жители ольстера они хотели просто чтобы их оставили в покое их устраивало положение в составе соединенного королевства поэтому все о чем они просили это на здоровье пусть ирландцы получают то что они хотят но нас не надо трогать вот у нас тут свое большинство мы тут всем довольны отстаньте от нас пожалуйста все но властям это было невыгодно и начиная с глэд что она преимущественно представители либеральной партии консерваторы все-таки даже назывались консерваторы и юнионисты они пытались сохранить союз но эсквит и перемен премьер-министр тоже все были озабочены то что поскорее уже ирландии избавиться и все а и вот тогда стало понятно что надо спасать ольстер появились лидеры которых вам рассказывал прежде всего эдвард карсон и джеймс крейг карсон более такой а как оратор более интеллектуальный лидер тем более он родом был из дублина они из ольстера крейг большей степени организатор человек с прошлым карсон юрист крейг с прошлым в бизнесе и в военном деле и в двенадцатом году был в сентябре подписан так называемый ольстерский ковенант где было объявлено о том что ольстер не желает принимать вот этот самый гомруль который вот самое время двигался через британский парламент и тогда же сформировались добровольческие силы ольстера олстер волонтер форс не путать с более поздней боевой организации который появился уже 60-е годы он старался форс или добровольческие силу ольстера это было народное ополчение туда вступали обычные граждане ольстера но естественно туда так или иначе привлекались офицеры в основном бывшие конечно же и люди которые считали своим долгом помочь ольстеру не обязательно из самой территории ольстера из британии скажем уилфред спендер стала офицера одним из одной из ведущих фигур они тренировались они проходили обучение и британская армия и британская местная там где британская местная полиция они так или иначе реагировали на все это ну достаточно спокойно но процесс по независимости ирландии он продолжался тогда стали разрабатываться уже вполне себе основательные планы по тому как создать провести такой своего рода можно доскать на переворот военный и сделать северную ирландию ольстера вернее тогда еще не было разговора северной ирландии ольстер независим со своим правительством и потом уже исходя из ситуации договариваться с лондоном как себя вести дальше при этом все шло к тому что жертв должно было быть минимальное количество потому что британцы находящиеся в ольстере воевать особенно не хотели со своими же а а ольстерские добровольцы они наоборот все больше и больше набирали свое мастерство военное и они уже были разработаны планы как как что перезахватывать как блокировать какие основные дороги до почту телеграф телефон я не шучу кстати говоря еще до наших товарищей хотя их конечно их ни в коей мере не сравнивать и все было так или иначе готова к тому чтобы прибегнуть к самым крайним мир далее в дело включился лорд милнер весьма авторитетный политик лорд милнер он считал что жители ольстера это настоящие британцы а ирландцы это вот такая враждебная публика которая будет одержима тем чтобы загубить настоящий британский дух на территории острова ирландского и уничтожить вот этот вот островок настоящей британии каким был ольстер поэтому милнер включился в дело очень активно он стал создавать уже в самой на основном британском острове так скажем общество защиты и поддержки союза он стал собирать деньги добиваться в этом плане очень больших успехов и он стал даже устанавливать контакты с представителями вот этого ольстерского шотландского комьюнити в других странах а к сожалению соединенными штатами там получилось похуже потому что хотя в соединенных штатах ольстер практически их создал во многом и национальный характер очень сильно сформировал но вот в политике к сожалению ирландцы уже стали ирландское лобби стала набирать все больше и больше мощь но шотландия австралия новая зеландия казалось бы да такие далекие места но они тем не менее оказывали помощь особенно канадцы канадцы даже были готовы участвовать в каких-то боевых действиях если до них дойдет на стороне ольстеры потому что там выход из шотландии довольно таки много и милнер не останавливаясь на этом даже пользуясь своими связями стал привлекать экономистов для того чтобы в ольстере была создана своя валюта и чтобы такое вот это вот временное всем подчеркиваю что это временно временное независимое государство ну там были бы какая-то экономическая действительно независимость далее милнер не остановился на этом и пользуясь тем что как я уже сказал очень сильная была симпатия со стороны армии кольстеру он начал остановил такую вот если угодно развед сеть потому что британские офицеры они охотно сообщали вольстер все планы военные которые обсуждаются в лондоне они не видели в этом никакой измены ничего такого наоборот они считали что правительство изменяет своему народу и придают ольстер и зачастую так получалось что карсон крейг уилфред спендер или фредрик кроффорд и которым чуть позже они узнавали о решениях каких-то кабинета министров сразу же как только эти решения принимали или получали данные на основе которых эти решения принимались даже раньше кабинета министров такое тоже был но возникла одна проблема а чем если не дай бог все таки хотя как я сказал все очень надеялись что удастся уладить если не дай бог дело дойдет до боевых действий тем более что там ирландцы могут включиться все таки а где брать оружие и вот тут после долгих попыток фредрик кроффорд такой офицер который сам был родом из ульстера он в германии нашел еврейского бизнесмена бруно спиро в разных данных и имя его по называется там еще и бенни и бруно на руби все-таки бруно а бенни это так его по-приятельски называла кровь а спиро оказался человеком который сразу проникся кольстерцам большой симпатии и действительно помог очень серьезно находя оружие и представляя его кровь аду более того спиро оказался по смелости и по авантюрности ничуть не уступал он ольстерским своим друзьям например была история когда он предложил кровь рду опробовать пулеметы и пригласил его не куда-нибудь напоминаю мы с вами говорим это тринадцатый год то есть дело идет к войне он пригласил британского офицера опробовать оружие для покупки на немецкий на минуточку боевой полигон и выдал его за немецкого офицера кроуфорд там до говорил я я за ргут на тюрлихта как больше он ничего по-немецки не знал но тем не менее он смотрел там немецкие солдаты ему помогли показали как все работает как-то стреляет он все понял и тут язык не нужен военные все дела и после этого действительно при помощи бруно спира огромная партия оружия была загружена и отправилась потом в северную вольстер все таки а тут правда этого путешествия были свои издержки и знаете очень часто люди путают страны похожие названия австрии австралия например так вот ирландии исландии они по-русски по-английски тоже очень похожи и штука какая в это же самое время то есть в начале 19 века у датчан были очень напряженные отношения потому что исландия которая находилась так или иначе под контролем дании была озабочена тем чтобы добиться тоже своей полной независимости и когда вот этот самый корабль двинулся в сторону северной ирландии просто ирландии тогда еще с грузом оружия то его датчане чуть было не перехватили потому что они полагали что речь идет не про ирландию про исландию и что вот этот самое оружие она попадет туда и прознали они об этом там опять повторяюсь долго они пытались заблокировать движение корабля но тем не менее удалось разобраться и вольстер прибыть возникает другой вопрос все-таки оружие сами понимаете не просто так и как его разгружать не привлекая к себе внимание и здесь в добровольческие силы вольстер провернули наверное одну из идеальных операций вообще в мировой военной истории они захватили несколько городов прежде всего ларн такой портовый город и был и собственно говоря с этим ларна мысль иногда же называют эту историю ларн гана ранен оперейш а и без единого выстрела без единой жертвы конечно же просто входили подразделения добровольческих сил ольстера блокировали все входы и выходы из города если в городе находились английских солдатами они говорили без проблем делать что хотите только чтобы не было никого насилия добровольческие силы вольстера тоже были заинтересованы в том что никого насилия не было и все нормально груз приехал оружие было получено то есть в четырнадцатом году все было готово так как уже вот-вот уже был принят этот самый закон гумруль пресловутый северная ирландия точнее ольстер опять не обессутий так и так что было понятней они были готовы к тому чтобы приступить к провозглашению со своего правительства и к борьбе с ирландии и с предавшим их лондоном немцы интересовались происходящим и пытались установить контакты как с ольстером так и с ирландии тем более крейг иногда говорил что мы лучше будем дружить с немцами чем с ирландии карсон вроде бы тоже в германии бывал часто но у него была довольно интересная претензия он говорил что немцы слишком любят социализм поэтому они рано или поздно из-за этого социализма доиграются до серьезных проблем но и мол как бы ольстеру социализм чушь и нам с ними будет сложно иметься дела но в реальности конечно же все это было так скорее использовалась пропагандой серьезных контактов у немцев с ольстерцами не было как потом выяснилось с ирландцами получилось потому что забегая вперед восстание 16 года она с германии был довольно сильно связано но как бы то ни было в лондоне все-таки стали понимать что это здесь не то и если люди готовы с оружием выступать за свою свободу чтобы их никто не трогал ты можешь ними лучше не связываться поэтому этот законопроект он повис потом началась война и добровольческие силы ольстера они пошли воевать и тот же самый спендер участвовал они стали основой 36 дивизии так называемой ольстерской которая понесла огромные потери тоже вам про это рассказывал на полях первые мировой и когда бои утихли когда все закончилось то правительство в общем-то поняла что ирландия это не единое пространство что там есть люди гордые которые знают себе цену и которые готовы свою свободу защищать повторяю и произошло в общем-то то что произошло именно уже в двадцатом году был принят новый закон и тем более там в ирландии продолжались уже свои беспорядки согласно которому как и добивались карсон крейк и добровольческие силы ольстера север а он остается нетронутым правда не все девицы графств ольстера только 6 но что есть то есть ольстер был спасен можно сказать северная появилась северная ирландия вот столетие который мы с вами и отмечаем в этом году но и немного что стало с героями нашей истории карсон он не занимал каких-то постов внутри северной ирландии хотя был важным человеком в правительстве в том числе во время войны самой британии то же самое с милнером произошло крейк стал премьером северной ирландии и по сей пор остается одним из лучших который определил ее такое консервативное развитие так или иначе уилфред спендер был героем первой мировой войны и оставил много воспоминаний о героизме выходцев из ольстера рядом с которыми он воевал а вернувшись у него были там про некоторые проблемы из-за того что в северной ирландии как он считал недостаточно прав у католиков и поэтому он испытывал личные какие-то проблемы но он принял приглашение и реформировал добровольческие силы ольстера помог созданию например края полиции местный и то самое оружие которое в общем то про котором рассказывал она очень пригодилась для того чтобы вооружать полицию так что спендер все равно остался северной ирландии связан а кроуфорд тоже час бы участвовал войне он хотел очень стремился и к участию во второй мировой тем более у него были личные счеты с немцами один нацистами о чем чуть позже она его уже не взяли по возрасту он умер в 52 году самый трагический герой этой истории это бруно спиро потому что они с кроуфордом оставились очень хороших отношениях были друзьями после первой мировой встречались спиро очень расстраивался что происходит с германией но оставался там и увы в тридцать шортом году у него было нацистами изъят его бизнес он был позже арестован и отправлен в концлагере где умер поэтому как я сказал для его друга кроуфорда участие в войне с нацизмом это было действительно уже личным делом но ему вы не позволили этого сделать но и последний герой я его имя не называл но чтобы вам было особенно израильским слушателям обратили опять внимание на интересные параллели был еще один персонаж который родом был из ирландии так скажем основной но был женат на его жена была родом из ульстера как раз избил фаста и он на этот был полностью их поддерживал он возглавлял хотя сам пара говорил что для него это просто работа а не какое-то идейное дело он возглавлял отряды добровольческих сил ольстера и западного белфаста по перевозке оружия про которым рассказывал после того он участвовал в первой мировой войне и судьба забросила его не куда-нибудь на ближний восток где он проникся другим важным делом и стал одним из самых известных сионистов догадались о ком я это конечно же джон генри паттерсон то есть как видите человек отличился тем что и помог и ольстерским лоялистом и сионистом и это в общем-то лишнее доказательство того что ольстерцы они вот связаны с америка и с израилем из со свободой самым лучшим образом и все достойные люди по моему конечно же мнению так или иначе их поддерживали история паттерсона это вам еще одно тому подтверждение поэтому как видите действительно я думаю вы поняли что параллели много и нам есть за что уважать и ольстерцев начала 20 века и жителей северной ирландии сегодняшнего дня и понять почему они радовались оправданию кайл риттенхауса и изучать тоже до американской истории интересно но ведь у нее есть интересные параллели северо-ирландской поэтому у нас с вами еще одна история осталась про северную ирландию в декабре но история добровольческих сил ольстера и их борьбы за независимый за свободу северной ирландии на этом наверное сегодня закончим если сергей что-то добавит или есть какие-то вопросы там еще раз минуты наверное есть то с удовольствием передам слово спасибо огромное иван как всегда очень много интересной информации спасибо просвещаете нас относительно ирландии поскольку мы погрязли в своих тут заботах хлопотах в частности интересно не знаю слышали вы или нет пару моментов доктор фаучи выразила беспокоенность ростом числа госпитализированных среди полностью вакцинированных то есть раньше об этом но вы помните здесь председатель сказал что пандемия это пандемия не вакцинированных а сейчас вот уже и доктор фауст признал что вот это от нас тоже никуда не девается проблема другое дело что видите за нее уже преследуют и это сейчас едва ли не главный объект цензурирования если что-то начинаешь говорить неправильное про вакцины и у вас и у нас кстати говорит несмотря на то что билл гейтс искать отец вдохновитель всего этого бедлама выступая в англии заявил что да конечно вакцина к сожалению не работает так как надо она не предохраняет от заражения от распространения поэтому мы должны выбрать другой путь то есть они уже нам готовят нечто что-то совершенно иное очередную партию хорошо так или иначе мы об этом еще очевидно будем говоря вынуждены будем говорить спасибо огромное и до встречи в следующий раз всего до встречи